Здравствуйте! Вы смотрите телеканал «Алмазный край» в студии Александр Шершуков. Сегодня гость нашей студии, глава республики Саха-Якутия Айсен Николаев. Айсен Сергеевич, здравствуйте! Добрый день! Как добрались до «Алмазной столицы»? Отлично! И поскольку вы у нас сегодня здесь, я предлагаю поговорить о важном, о важном для всех жителей региона, о транспорте и здравоохранении, о здоровье и экологии, о строительстве и нефтедобыче, в общем, о проблемах развития нашего региона. Уважаемые телезрители, мы работаем в прямом эфире, номер, по которому можно задавать вопросы 3-62-00. Задавайте вопросы и в письменном виде, смс и ватсап, плюс 7-914-252-33-70. Мы будем показывать эти номера во время нашей работы на экране, так что ждем ваши вопросы. Ну а мы начнем с самого актуального. Айсен Сергеевич, для социально-экономического развития Миринского района и всей Якутии очень важна транспортная инфраструктура. Сегодня в нашем регионе это, наверное, номер один по проблемам. Вы по этой теме много работаете, ставите вопрос по Ленскому мосту. Мы в прошлом году видели, как запускался участок на трассе Вилюй от Якутска к Бердегистяху, но нас, жители Миринского, Ленского района больше волнует участок Уськут-Тас-Юрях. Какие по нему перспективы и ясен ли уже маршрут, как поведут эту расу до Ленска? Конечно же, автодорога Вилюй, которая от Якутска через Мирный должна идти на Иркутск, она имеет стратегическое значение. Значение причем не только для западной Якутии, не только для Якутии в целом, но и, наверное, для всего макрорегиона Сибири и Дальнего Востока. Потому что впервые в истории, в случае строительства вот такой круглогодичной автомобильной дороги, у нашей страны появляется возможность вот из Иркутска через нашу западную Якутию, через Якутск выходить напрямую на Магадан, на берег Охотского моря. Если сейчас посмотреть, у нас все трассы вдоль как раз российско-китайской границы с выходом на Приморье и на Хабаровский край только. Конечно же, при этом мы должны понимать, что стоимость строительства вот участка от Маркова в Иркутской области до Мирного колоссально. Она в несколько раз превышает стоимость, предварительно стоимость строительства того же Ленского моста. И сегодня оценивается специалистная порядка 180 миллиардов рублей. Конечно, это колоссальные средства, и понятно, что эта дорога не будет построена там в ближайшие годы. То есть должно быть проектирование, должна быть защита, ну и потом, конечно же, должны выделяться деньги. При этом сейчас Федеральное дорожное агентство главной задачей видит строительство круглогодичного проезда от Мирного до Якутска. Здесь мы видим, что сейчас строится достаточно большое количество мостовых переходов. Вот сейчас заканчивается уже строительство крупного очень моста через реку Марха с пролетом практически 700 метров. Так, это, наверное, это будет пока самый крупный мост у нас на территории нашей республики. Вот. И потом уже начнется строительство мостов. Их должно быть построено 4 мостовых перехода через Вилюй для того, чтобы на самом деле у нас круглогодичный проезд появился. Что касается маршрута. Конечно же, мы заинтересованы не в северном маршруте, о котором вы сказали, который у нас пролегает вдоль автозимника и вдоль которого, на самом деле, у нас только Тасюряхи находится, наверное, так, а дальше уже населенных пунктов до Иркутской области нету. Эта трасса, может быть, каким-то образом была бы выгодна дорожникам, но еще раз говорю, для республики она не очень выгодна. И я достаточно большую работу сейчас провел, чтобы мы вернулись к обсуждению как раз южного, так называемого, варианта, который измирно пойдет на Ленск и потом уже на Витим, а дальше уже на НЭПа. Это вот уже в Иркутской области. Да, и этот вариант сейчас принят как основной. Мы недавно получили письмо от Росавтодора, что да, вот те встречи, которые у нас были с руководством Министерства транспорта Российской Федерации на уровне Росавтодора, они все-таки убедили их. И сегодня выбран основным этот маршрут. В краткосрочной перспективе для нас этот выбор уже очень полезен, потому что в этом случае участок дороги от Мирного до Ленска, он будет передан в федеральную собственность, и, соответственно, мы надеемся, что уже в ближайшие годы после работ по подготовке проектно-смертной документации и прохождения государственной экспертизы дорога может быть заасфальтирована. То есть правильно я понимаю, что здесь не только мы решаем проблему общей трассы Вилей, но и трассы Мирный Ленск, на которой сегодня много вопросов, и вы сказали Якутск Мирный, то есть мы снимем напряженность с авиабилетами, возможность доставки транспорта? Конечно, это в любом случае, еще раз говорю, повышение транспортной доступности наших территорий, это очень важно, и тем более мы понимаем, что в ближайшие годы все-таки строительство Ленского моста, я уверен, обязательно начнется, и в этом случае, конечно же, в дальнейшем уже строительство круглогодичной трассы от Якутска до Мирного приобретает вообще первостепенное значение, а в дальнейшем от Мирного до Иркутска. Но еще раз говорю, мы не должны все этого ждать, надо и частями. Вот Мирный Ленск, например, трасса очень важная, очень нужная, мы знаем, в каком состоянии там находятся и мостовые переходы, и вообще в целом трасса, как она, ну, не приспособлена сегодня для интенсивного автомобильного сообщения. Уверен, что вот этот вопрос тоже будет решен в ближайшие годы. Идем дальше, напоминаю, мы работаем в прямом эфире, ждем ваши вопросы. Телефон 362-00, смс, ватсап 8-914-252-3370. Если вы смотрите нас в Ютубе, тоже большая просьба писать именно по социальным сетям, по данным номерам, а поскольку у нас сейчас не можем посмотреть, мы ваши комментарии в Ютубе. Давайте перейдем от строительства дорог к строительству домов. Сегодня в Алмазной столице очень много, ну, не очень много, но ощутимо строятся дома. При этом совсем недавно введен строй, долгострой по Ленинградскому проспекту. Строила фирма компания «Строймонтаж-2002», и дом должен был введен быть еще в конце 2016 года. Пришлось вам вмешиваться, в Министерство строительства республики. Наконец, дом достроили, вот недавно вручают ключи, но я не зря начал с тех строек, которые ведутся. Это большие объемы по программе переселения ветхого жилья, переселению в новые дома. Соответственно, строятся новые дома. Не получится ли так, что и в следующий раз жителям придется ждать вашего приезда, вмешательства, ждать годы, чтобы получить ключи от своих квартир? Я очень надеюсь, что больше в Мирницком районе таких форс-мажорных обстоятельств не будет допущено. И контроль со стороны и Министерства строительства, и со стороны муниципального образования, и на уровне района и на уровне города будут усилены для того, чтобы на самом деле вот такие ситуации больше не возникали. Я на самом деле, мне пришлось три раза съездить на этот объект, провести там несколько совещаний в Мирном так, для того, чтобы все-таки вопрос был решен, и люди через три года, многие уже практически даже потеряв надежду всякую, что этот дом когда-либо может быть достроен, все-таки получили ключи и въехали. Так это важное, очень нужное событие, но вместе с тем мы понимаем, что в дальнейшем мы должны такие случаи вообще исключить. По Мирницкому району очень большая программа, по аварийке, она, если не ошибаюсь, по республиканской программе, которая софинансируется федеральным бюджетом, у нас 21 тысяча квадратных метров должно быть в ближайшие пять лет снесено. Ну и кроме этого, давайте не будем забывать, что у нас на территории Мирницкого района, единственного района в республике, действует соглашение между правительством, районной администрацией и акционерной компанией «Алроса» о тоже сносе аварийного жилья, расселении людей из аварийного ветхого жилья. Эта программа действует уже достаточно давно, и по ней должно было быть расселено свыше 40 тысяч квадратных метров, если я не ошибаюсь, ну и как мне докладывали, где-то 25 тысяч квадратных метров, но вот оставшийся объем аварийного жилья должен быть в ближайшие годы тоже расселен. Причем это касается не только Мирного, это касается и Айхала, и Удачного, Чернышевского. Здесь работа будет идти, я еще раз хочу заверить жителей, что все те, кто попадает под эту программу, будут расселены в установленные сроки. Тем более вот по той программе, которая есть сегодня у республики, там же есть возможность людям не только получить новое жилье, не только получить компенсацию на вторичном рынке жилье, а есть еще возможность также получить денежную компенсацию. Вот во многих районах люди этим пользуются. Ну, ничего скрывать, у многих уже есть второе жилье, многие бы хотели там помочь своим детям, там улучшить жилищные условия, внукам, и вот как раз получив денежную компенсацию, которая достаточно ощутимая, вот в соседних районах там она оценивается, исходя из 42 тысяч рублей за квадратный метр, есть даже случаи выше, людям выплачивается, и это достаточно, ну, такой тоже сегодня уже распространенный способ, как раз помощи людям, которые из-за аварийного жилья уже переезжают в другое жилье. Поэтому вот все эти три способа, первичная застройка, вторичное жилье и денежная компенсация вот по республиканской программе на территории Мирненского района будут полностью работать. Вообще, если оценивать Мирненский район в плане ветхого аварийного жилья, на каком примерно мы месте, то есть насколько остро проблема это стоит в масштабах республики для района? Вы знаете, вот я честно вам скажу, конечно же, с одной стороны, если посмотреть по цифрам, там, слава богу, что Мирненский район там ни в тройку, ни в пятерку не входит, так, по объему аварийного жилья. Вместе с тем я прекрасно знаю проблему людей, которые живут в аварийных домах. Я вот сам, как глава города Якутска, 7 лет по этим аварийным домам каждую неделю ходил, с людьми встречался, переселил там почти 200 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Я прекрасно знаю, что это такое. Поэтому вот пока у нас еще люди живут в аварийных домах, ну, успокаиваться нельзя и сравнивать, там тоже нельзя. Пока хотя бы один человек у нас живет, одна семья в аварийных домах, значит, мы еще не все, как власть, сделали для того, чтобы закрыть этот вопрос. 362-00, телефон нашего прямого эфира, есть и СМС номер 8-914-25-2-33-70, пишите, звоните, мы переходим далее. Далее как раз-таки заговорили про строительство Якутск. Мы с вами буквально год назад говорили о том, куда двигаться мирному в плане преображения. И вспоминая то время, когда вы были мэром Якутска, вы уделяли большое внимание внешнему облику города. Сегодня очень часто слышно, что Якутск продолжает развиваться, создается комфортная городская среда. Но будет ли эта политика продолжена на уровне республики? То есть сейчас транслируется, чтобы и другие города-республики, они тоже шли по этому пути? Безусловно, комфортная городская среда, вообще общественное пространство, среда вот такая обитания, она должна быть не только в столице нашей республики, но, конечно, она должна быть вообще в любых поселениях, где живет значительное количество населения. Сегодня мы критерий поставили тысяча людей и больше. По всем ним мы должны работать по созданию общественных пространств, по созданию благоустроенной городской среды, поселковой среды. Сегодня уже в Нерингре очень хорошие проекты реализуются. Проекты реализуются в Покровске, в Нюрбе, в Валекминске строится. Очень такой красивый тоже бульвар. В Мирном, я тоже уверен, проекты будут реализовываться. Я знаю, что из удачного на нас тоже выходили. Здесь, конечно же, главное – это желание и возможности органов местного самоуправления. Во-первых, должна быть обязательно принята программа по комфортной городской среде на период с 2018 по 2022 год. Ее наличие позволяет уже муниципалитетам участвовать со своими проектами, которые они должны разработать в конкурсе. И в случае прохождения конкурса, муниципальное образование уже имеет возможность претендовать на получение грантов, в том числе из федерального бюджета. В этом году, например, ряд наших населенных пунктов успешно участвовал в конкурсе по малым городам, который проводил Министерство строительства Российской Федерации. И вот у нас деньги, например, как раз на Алекму, деньги на Покровск, деньги на Нюрбу, они пришли как раз по линии этого конкурса. То есть проекты, которые сделали наши архитекторы. Сейчас мы на уровне республики для этого специально создали Центр городских компетенций. Он создан на базе Фонда будущих поколений. Он работает в тесной связке с Управлением архитектуры республики. И вот как раз специалисты этого Центра компетенций городских, они оказывают помощь как раз местному самоуправлению, органам местного самоуправления, для того, чтобы проекты были красивые. Понимаете, люди уже отошли, люди уже привыкли к тому, что должно быть что-то новое. Вот старые подходы, когда просто выложили площадкой, сделали бордюры, посадили деревья, и нам кажется, что это красиво, это уже устаревшие подходы. Надо все-таки мыслить по современным стандартам, смотреть, особенности советоваться с молодежью. Вы знаете, вот молодежь, дети, они абсолютно не обманут. Я вот в Нервингре был, пошел в специальный городской парк. Мне там наши начальники много-много рассказывали о том, о сем. Я вот поймал маленьких детей, там 10-12 лет, которые на велосипедах катались, и они мне рассказали все, что хорошо, что плохо. Значит, лучше. Лучше общественное мнение. Лучше всяких руководителей города и района. Здесь насколько, на ваш взгляд, важно, поскольку в Якутске все-таки привлекались и молодые архитекторы, и сторонние консультанты. Здесь насколько нужно соблюдать вот эту меру, то есть давайте пригласим кого-то, кто это делал, либо надо вот брать все и попытаться своими силами, чтобы было, так сказать, дешевле и вне нагрузку бюджета. Вы знаете, дешевле это, точно я могу сказать, если мы гонимся за дешевизной, то лучше вообще ничего не делать, потому что это не будет воспринято населением, и в конечном итоге очень скоро будет все разрушено, так. Другой вопрос, я еще раз говорю, мы сейчас на уровне республики специально вот создали центр городских компетенций, который вот как раз помогает, помогает на постоянной основе нашим местным органам власти. Вот, и тот же город Мирный, я знаю, что они уже прилетали, смотрели, вот сейчас они ездят в другие поселки, все, консультируют, предлагают разные вот проекты. У нас и у нас уже достаточно, и типовые есть проекты, ну, которые, конечно же, в любом населенном пути можно их под себя модернизировать. Понятно, что Мирный, это, например, алмазная столица. Так, здесь, конечно, роль, наверное, вот каким-то образом вот эта посыла обязательно должна быть в тех же общественных пространствах выделена. Ну, нирюнгринцы, шахтеры, например, так, алекницы, сельское хозяйство. Ну, каждый район вот по-своему, он все равно какую-то свою специфику они делают и показывают. Главное, еще раз говорю, чтобы людям было там удобно, комфортно, и им нравилось там отдыхать. Ну, правильно ли я понял, что вы сказали, что есть конкурсы, когда есть эта программа, то речь идет не только о нагрузке на городской бюджет, но и о возможности привлечения федеральных, республиканских средств. Если через конкурс тот или иной проект пройдет, то, конечно, ну, львиная доля средств, она будет приходить из федерального бюджета. Мы работаем в прямом эфире. Телефон 362-00 для ваших вопросов. 8-914-25-233-70. Номера на ваших экранах. Пишите, звоните, ждем ваши вопросы. Мы продолжаем. Завтра, 29 августа, начинает работу первый нефтегазовый форум республиканский, республиканского статуса. И здесь нельзя, не могу не спросить, как вы оцениваете перспективы нефтегазопереработки в Якутии? С этим очень давно в республике этот вопрос муссируется, что у нас есть газ, у нас есть нефть, но при этом нет переработки этого сырья. И как бы логично было бы попробовать сделать горючее здесь, не возить его по реке, а здесь делать на месте. Какова ваша позиция как главы республики по этому вопросу? Ну, если касаться сначала нефтегазовой отрасли, вот нефтегазового форума, я считаю, что это очень нужное начинание. Мы достаточно долго его готовили, даже специально переносили вот с весны на осень для того, чтобы лучше подготовиться. Я считаю, что, конечно же, эта отрасль, это будущее нашей республики, причем уже совсем близкое. Еще совсем недавно вклад и республики в общую, скажем так, массу добычи нефти и газа по стране был очень маленький, и налоговые доходы, которые поступали к нам в бюджет республики, были очень, ну, скажем так, незначительные, так, мягко скажем. А сейчас ситуация меняется. Сейчас мы видим, что вот если ситуация будет развиваться так, как она идет сейчас, то уже через несколько лет нефтяные компании, вот тот же ТАС «Юряхнефтегаздобыча», который работает здесь, в Миринском районе, он по объему платежей, платежей, например, по налогу на прибыль уже может даже обогнать компанию «Алроса». Вот совсем недавно это казалось просто из области фантастики, так, а сейчас это уже так. Общий совокупный объем налоговых платежей, вот у них уже, ну, у ТАС «Юряхнефтегаздобыча» уже за 10 миллиардов по налогу на прибыль, у «Сургутнефтегаздобыча» приближается к этой сумме, то есть очень значительные поступления в республиканский бюджет, местные бюджеты идут уже от нефтяных компаний. Мы надеемся все-таки, что вот запуском силы Сибири и поступление от «Газпрома» каким-то образом будут все-таки увеличены, сейчас они, к сожалению, пока маленькие, вот, но я надеюсь, что вот регистрация отдельного юридического лица на территории республики произойдет в ближайшие годы, и в конечном итоге мы и на газовую компанию тоже будем достаточно серьезно опираться. При всем при этом мы уже вносим достаточно большой вклад и в пополнение федерального бюджета. Вот с территории Якутии уже в этом году мы заплатим НДПИ по нефти и газу порядка 120 миллиардов рублей. Это огромные средства, совсем недавно эта сумма была там 2-3 миллиарда. Это говорит о поступательном развитии нефти и газовой промышленности в республике. Кстати, пользуясь случаем, хочу поздравить всех работников этой вытросли вот с наступающим их непрофессиональным праздником, который скоро совсем вот они будут отмечать. Конечно же, следующим логичным шагом уже является создание здесь на территории республики нефтепереработки, газопереработки. Здесь, к сожалению, есть два ограничивающих момента для республики нашей. Во-первых, крайне сложная транспортная схема. Например, вот здесь, в Мерницком районе, мы большой завод даже, представьте себе, построим на миллион тонн потребностей республики. В принципе, здесь можно такой завод уже построить с учетом тех объемов добычи, которые сегодня здесь имеются. А как мы будем ввозить эти нефтепродукты отсюда? Та же транспортная схема сегодня без наличия... У нас и даже провести просто невозможно, потому что, как мы с вами как раз при первом вопросе обсуждали, у нас нет круглогодичного проезда ни в какую сторону. Если мы говорим о газопереработке, опять же, мы сегодня стали... Были в недавнее время ограничены тем, что в Якутск, куда подходит газовая труба большая, у нас нет, опять же, не было железной дороги. Вот сейчас она появилась, но, правда, она появилась за рекой в Нижнем Бестяхе. Поэтому транспортная логистика у нас достаточно серьезный, это сдерживающий фактор. Второе, это, конечно же, то, что у республики Саха-Якутия, ну, при всей нашей огромной территории, все-таки объем потребления маленький. Вот в районе миллиона тонн. Это все то, что потребляет республика, ее предприятия, там, государственные, негосударственные, бюджетные. Вот. Увеличить этот объем, там, до нескольких миллионов тонн мы тоже не можем. У нас на это ни автотранспорта, ни дизельных электростанций, ничего нет, так. И рентабельность вот таких предприятий с выработкой нефтепродуктов, газопереработкой, с выходом вот до миллиона тонн, она, на самом деле, в мире малорентабельна. Поэтому у крупных компаний точно нет никакого пока интереса к созданию таких производств. Но вот с прошлого года я достаточно серьезным этим вопросом занимаюсь. Мы провели ряд уже встреч с различными потенциальными инвесторами. И сегодня вот как раз мы видим, что и в Центральной Якутии по газу, и здесь у нас все-таки в Западной Якутии по нефти есть моменты, которые позволяют нам, скажем так, оптимистично смотреть на возможность создания таких предприятий. С объемами там 100 тысяч, от 100 тысяч тонн до миллиона тонн. Разные варианты рассматриваются, какие-то будут поддержаны нами. В любом случае они будут реализовываться не за счет государственных инвестиций, а за счет инвестиций частных инвесторов. Работа по ним идет. И как раз вот в рамках нефтегазового форума я надеюсь, что мы с рядом потенциальных инвесторов еще раз проведем переговоры, которые позволят нам более динамичнее по этому вопросу двигаться. Для решения этого вопроса. Вопрос крайне важный. Он важен для экономики республики, он важен для населения республики. Потому что я всегда говорю, мы для того, чтобы уйти от региона с одними из самых высоких цен на нефтепродукты, у нас единственный способ это создать собственное производство. Другого нормального пути нет. 3.62.00. Можно задавать вопросы и в письменном виде, в WhatsApp или SMS 8-914-252-3370. Есть вопрос у нас по WhatsApp про здравоохранение. Пишут там, когда в районе, да и в республике будет нормальный уровень здравоохранения, сколько ни живем. Всегда вопросы к врачам, их компетенции и оборудованию МЦРБ. Здесь, если вспоминать, вы ставили задачу перед республиканским Минздравом, кстати, о выводе здравоохранения Миринского района. Этот вопрос наибольнейший сегодня для региона. На уровень, достойный третьего по численности района. Говорили об этом и на хозактиве. Как выполняются ваши поручения? И что дальше в плане именно в этой отрасли? Вот когда год назад я был избран главой республики, во время моих поездок, конечно же, меня крайне удивило удручающее, скажем так, состояние здравоохранения в наших промышленных районах. Это вот в Миринском районе, в Нирнгринском районе. И тогда мне были даны поручения как раз отдельно по Южной Якутии, по Нирнгреалдану и здесь, по Мирному, разработать отдельные программы для вывода учреждений здравоохранения в этих районах на современный уровень. Я считаю, что районы, которые как раз являются кузницей поступлений в бюджет республики, где уже проживает огромное количество населения республики, они, конечно, должны быть гораздо более, с точки зрения условий работы здравоохранения, они должны быть гораздо лучше всего. К сожалению, здесь и Мирненский район, и Нирнгринский очень сильно отстали, отстали даже от многих сельских районов. И об этом тоже надо честно говорить. Поручения были даны, они сейчас исполняются, вот по Нирнгре достаточно большая программа уже практически сверстана, и работы уже идут. То же самое идет и здесь по Мирному. Мы, в первую очередь, здесь по Мирному. Слава Богу, здесь здание относительно в лучшем состоянии, чем это у нас, к сожалению, произошло в Нирнгре ТЭК. Но вместе с тем, с точки зрения оснащения аппаратурой, особенностью вот высокотехнологичной, так называемым тяжелым оборудованием медицинским, район очень сильно отстал. Поэтому мы договорились с компанией Алроса, что все-таки в этом году будут выделены средства и закуплен компьютерный томограф 64-х срезовый. Он, в принципе, закроет потребности Мирного района полностью. И, как мне докладывал недавно руководитель компании Сергей Сергеевич Иванов, ну, работа в этом направлении идет. Ну, там всякие вот конкурсные, тендерные процедуры. То есть аппарат МРТ будет? Да. Нет, компьютерный томограф. Да, компьютерный томограф. КТ. Что касается МРТ, то здесь ситуация немножко другая. Здесь раньше и сейчас находится уже МРТ, который куплен был частной компанией. Вот я сейчас название ее не вспомню, но Мирный, это прекрасно знаете, он у вас есть. Другой вопрос, что до недавнего времени жители Мирного района не могли там, ну, проходить обследование бесплатно. Они должны были платить достаточно большие суммы, ну, которые многим, к сожалению, и не по карману. Ну, и, естественно, это также, в любом случае, даже если по карману, это требует определенных денежных вливаний, так, со стороны семейного бюджета. Вот, сегодня я могу сказать, что у нас достигнута договоренность, договор уже заключен, что жители, которые будут иметь направление из Миринской центральной больницы на прохождение, и у которых по медицинским показаниям необходимо будет проходить МРТ, вот, они будут проходить там, для них это будет бесплатно. Это все пойдет по линии уже медицинского страхования, то есть человек из кармана своего платить за это не будет. Вот, сейчас я вот сегодня, вот, как только прилетел, я вот из Верхневойска на вертолете прилетел буквально час назад, одним из первых у меня было как раз вопрос о том, когда МРТ заработает. Ну, все докладывают, что с сентября месяца после планового ремонта он будет работать, поэтому в следующий раз в периоде проверю обязательно, пользуются ли люди этой услугой бесплатно. Вот, в любом случае, еще раз хочу подчеркнуть, что здравоохранение Миринского района и вот в наших промышленных районах находится под моим постоянным контролем, и если есть какие-то жалобы, ну, прошу людей не стесняться мне напрямую писать. Я еще раз говорю, вот, точно знаю, что вот и здравоохранение и Мирного, и Мирного мы должны абсолютно на другой уровень поднять. Работаем в прямом эфире, и в завершении есть у нас телефонный звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос. Здравствуйте, меня зовут Елена. Здравствуйте, Сергей, у меня к вам вопрос. Помните ли вы свой первый визит в Мирный? Интересно, в каком году это было, и сильно изменился город с того времени? Спасибо. Ну, это как раз вопрос о городской среде, и насколько сильно изменился городской среде. Если вообще говорить о моей семье, я в Мирный первый раз пролетел, когда, этот, в 88-м году, когда летел поступать на учебу после окончания школы, вот тогда как раз мы с мамой через Мирный пролетели. Вот, впечатления тогда были очень, конечно, хорошие, я в городах до этого не так много раз был, он был тогда очень зеленый, вот, но, конечно, вот Мирный, вот, конца 80-х, 90-х, он сейчас, конечно, уже отличается. Но я все-таки думаю, что надо нам Мирный менять еще более быстрыми темпами, вот эти деревянные дома и в центральной части на окраинах убирать, строить современное красивое жилье, строить общественные пространства. Уверен, еще раз говорю, вот, Мирный, на самом деле, реально имеет все возможности стать, наверное, вот с точки зрения вот комфортности, да, и же проживания. Ну, если не лучшим, то одним из лучших городов нашей республики Дальнего Востока точно. Здесь все есть, здесь есть и деньги, так, здесь есть и люди талантливые, так, ну, и было бы желание, вот, еще раз говорю, это можно всего достичь. Я на этой прекрасной ноте предлагаю как раз завершить. Думаю, тот, кто в силах это изменить, нас услышал, глава республики Сахай-Якутия Айсен Николаев был у нас в гостях на телеканале «Алмазный край». Большая программа стартует нефтегазовый республиканский форум, думаю, и в его рамках тоже мы услышим много заявлений и много ответов по перспективе. Перспективам региона, о которых говорили сегодня, оставайтесь с нами и всего вам доброго.